Еврокомиссия одобрила представленный украинским правительством план реформ, выполнение которого откроет возможность получения от Евросоюза 50 миллиардов евро финансовой помощи. Если все пойдет по плану, к концу 27-го года Украина получит более современную инвестиционно-привлекательную экономику, отвечающую европейским стандартам государственные институты, и станет европейской страной, готовой к вступлению в Евросоюз. О том, какую роль во всем этом сыграла Россия, сейчас поговорим. Здравствуйте, сегодня вторник, 16 марта, с вами Максим Бланты, свежая новость дня. Еврокомиссия одобрила план реформ, который в конце марта премьер-министр Украины Денис Шемигаль передал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Принципиально важно, что писался план украинскими чиновниками и экспертами, а не был спущен сверху из так называемого Брюссельского обкома. В общей сложности план содержит 69 реформ, 10 инвестиционных задач, степень выполнения которых будет оцениваться по 146 качественным и количественным показателям. Оценятся европейцами, понятное дело. Разбитые реформы на три больших блока. Первый, базовая реформа, он затрагивает основополагающий государственный институт. Менее чем за 4 года Украина намерена изменить систему государственного управления, создать независимую прозрачную и эффективную судебную систему, реализовать национальную антикоррупционную стратегию, перейти на новые принципы формирования бюджета и управления государственными финансами. Экономические реформы – это второй блок. Выходят за рамки традиционного набора мер, предлагаемых реформаторами, в том числе и российскими. Помимо развития финансовых рынков, создания благоприятного делового и инвестиционного климата, поддержки малого и среднего бизнеса, присутствуют развитие человеческого капитала и децентрализация. Последнее, среди прочего, предусматривает рост административной и финансовой самостоятельности украинских регионов и развитие органов самоуправления. Наконец, третий большой блок посвящен восстановлению и реорганизации отдельных секторов украинской экономики. Что касается денег, то большую их часть, более 32 миллиардов евро, получит украинский бюджет. С одной существенной оговоркой – потратить европейские деньги на финансирование военных расходов будет нельзя. Еще 7 миллиардов получит инвестиционный фонд, цель которого – стимулировать инвестиции в приоритетных секторах украинской экономики. А на 5 миллиардов европейцы окажут техническую помощь при реализации заявленных реформ. Наконец, оставшиеся 6 миллиардов – это промежуточное финансирование, необходимое для покрытия экстренных расходов украинского правительства. Причем 4,5 миллиарда из этих шести Украина уже получила в марте. Любопытно, что часть денег, которую уже получает Украина, имеют самое непосредственное отношение к России. Например, уже выделенные 4,5 миллиарда евро – это доход, полученный в 2023 году от управления замороженными российскими активами. По оценке Reuters, за 4 года с 2024 по 2027 доход от управления этими активами составит от 15 до 20 миллиардов евро. Получается, что к 2028 году, то есть за два с небольшим года до окончания актуального срока Владимира Путина, Украина может завершить административную реформу и реформу экономики, стать по-настоящему европейской страной, готовой к вступлению Евросоюза. И значительную часть расходов на это преобразование обеспечат российские деньги, замороженные из-за того, что Путин развязал войну против Украины. Но можно только догадываться, насколько это болезненный щелчок по носу Владимира Владимировича. Хотя хуже всего, конечно, россиянам, которые вместо современного эффективного государства получат бессменного престарелого диктатора, разрушенный институт и несоразмерно раздутый военно-промышленный комплекс, безжалостно перемалывающий все больше ресурсов. На этом у меня на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи.